Всем привет! С вами Ольга Чернова. 28 июля. Продолжаю дегустацию. Только что я рассказывала про сорт 377 Литуаль. Потом вот Кумата 396 чернокожий, известный на всю Европу. Теперь у нас сейчас будут зебры. Сейчас Кумата отодвину, а зебру малиновую и оранжевую сюда пододвину. Вот они, красавицы зебры. Вот номер 320 оранжевая зебра и номер 532 малиновая зебра. Но рассказывать о них буду по очереди, в отдельности, хотя они очень-очень похожи. И это, ну как, можно даже сказать, что это один и тот же томат. Есть зебра малиновая, зебра оранжевая, зебра зеленая, зебра желтая. Начнем с зебры малиновой. У меня номер 532. Это новинка. И эту новинку я еще не очень хорошо знаю. Я вот почти вся информация, конечно, с сайтов, с интернета выбираю. Ну и, конечно, вкус сейчас что-то я от себя добавлю. Высокорослый, среднеспелый. И вот эти вот плоскоокруглые плоды, конечно, они, скорее всего, ценятся вот за такой, не только за вкус, но и за экзотический вид. Вот этого, вот золотые полосы, такие густые, золотистые и малиновые чередуются. Во-первых, они все ровненькие, красивенькие. Они небольшого веса, указывается, везде в информации 100-150 грамм. Но у меня первые были до 200 грамм. И указывается, у них отличный вкус. Можно выращивать теплицы, можно выращивать в открытом грунте. У меня они выращивались вот эти в открытом грунте, все уже вызрели. И вот видите, вот этот вот срез красивейший, вот с этими смолиновыми разводами, конечно, мне уже говорит заранее о том, что это вкусный томат. Если кумата у меня немножко недозрел, то вот эти вот зебры я подождала, когда они поспеют полностью, для того, чтобы полностью, ну, досладиться вкусом, ароматом. Я думаю, никто не сомневался, что такие красавцы будут, конечно, вкусными. Но у нас еще, я всегда оговариваю, что у нас нынче даже, как сказать, грех жаловаться вот на эту погоду, на солнечную. Она придала еще больше сладости даже тем сортам, которые не были сладкие. Уж если сладкими выродились, уродились нынче скороспелки, то о таких томатах, как зебры оранжевые, там всякие вот сердцевидные. Я думаю, что и задница обезьяны нынче очень вкусная, хотя выражение это очень странное, вкусная задница обезьяны. Вот сейчас попробуем ее. Но зебры прекрасные. Вот малиновая зебра на вкус сладкая. И кислинки у нее нет. Сейчас буду смотреть оранжевую зебру, но мне кажется, оранжевая зебра будет еще более сладкая. Кстати, я иногда забываю сказать, вот хочу сказать спасибо Александре Шелуха. Она мне прислала, мы по обмену менялись с ней семенами, она прислала вот этот прекрасный сорт мне аж из Белоруссии. Вот эта малиновая зебра у нас Белорусска.